Всем привет! Наверное, вы уже наслышаны о микроэлектронике, о ее большом вкладе в нашу жизнь и применении ее в различные виды деятельности, а также о датчиках, которые воспринимают внешние воздействия и реагируют на них изменениям электрических сигналов, без которых мы бы с вами тоже не представляли нашу жизнь. Сегодня хотелось бы как раз таки поговорить о датчиках. Точнее о датчике, принцип которого основан на одном явлении. Явление, которое позволило человечеству делать огромный шаг в развитии этих датчиков и использовании их в различных сферах применения. Речь у нас пойдет о так называемом пьезоэффекте, о котором, наверное, многие из вас уже слышали. Ну а если не слышали, давайте вместе разбираться в этом эффекте, чем оно так пригодилось людям. В 1880 году братья Кюрю проводили эксперимент, во время которого происходило образование электрического разряда, когда на квадс или другие виды кристаллов оказывалось давление. В дальнейшем это явление стало известно как пьезоэлектрический эффект, в переводе с греческого назначает сжатие. Некоторое время спустя те же ученые открыли явление обратного пьезоэлектрического эффекта, представляющего собой механическую деформацию кристалла под действием электрического поля. Если из турмалина или других кристаллов сжать или растянуть в определенном направлении, на отдельных гранях появятся электрические заряды с положительным или отлицательным значением. Здесь нетрудно заметить как раз таки наше пьезоэвление в действии. Когда на пьезоэлектрик падает стальная колотушка, вырабатывается электрический ток и лампа на мгновение загорается. А теперь познакомимся поближе с пьезоэффектом на предприятии ЭПА, где я прохожу практику. Оно является в России разработчиком и производителем специфической наукоемкой пьезотехнической продукции, пьезокерамических материалов, изделий акуст-электроники. На основе проведенных научных исследований на предприятии было организовано производство устройств пьезоэлектроники таких как датчик, актуаторы, пьезотрансформаторы, фильтры, резонаторы и генераторы. Наша практика проходит в двух отделах – отдел производства пленок и отдел измерения. В отделе производства проводится изготовление пьезоматериалов на специальном устройстве, где происходит процесс лития пленок. В составе материалов используются в основном титанаты, цирконаты, свинца. Изготовление пленок – это, конечно же, долгий процесс и требует постоянного контроля. Попадание грязи или посторонних веществ оказывает очень сильное влияние на получение брака. Моя работа в основном проводится в отделе измерений, где ведутся разработки разных устройств. Также здесь идут измерения, сборочно-монтажные операции и контроль качества изделий. Сейчас у нас на предприятии проводится разработка для датчика ультразвукового расходомера газа. Одним из этапов производства является опираться монтажа компонентов на плату. Монтаж у нас проводится пайкой с помощью паяльника под микроскопом с жидким флюсом. Попробуем после объяснить принцип работы датчика расходомера, как он устроен и принцип его работы. Устройство расходомера у нас основано на преобразовании электрического сигнала в ультразвук. Преобразователем выступает презоактиватор. В нем содержится мембрана, которая как раз таки преобразует наш сигнал. При подаче напряжения с помощью генератора сигнал, исходящий из первого активатора, попадает на второй, и сигнал преобразуется в электрический, и на осциллографии введен у нас сигнал. При приближении или отдалении одного из актюаторов сигнал у нас будет меняться. Такие расходомеры у нас используются для измерения потока воды или газа через трубопровод. При подаче газа поток будет смещать сигнал, посылаемый актюатором. По разности сигналов с потоком и без вычисляется количество пройденного вещества. Такие датчики нашли очень-очень широкое применение в нефтегазовых и медицинских промышленностях.